И в продолжение медицинской темы. Жительница Дубовского района стала девятой обладательницей в России медали Джослина. Она была учреждена в середине 20 века и вручается пациентам, которые живут с сахарным диабетом более 50 лет. Вручение награды состоялось в рамках конференции врачей-эндокринологов, которая открылась сегодня на базе первой областной больницы. С подробностями Мария Иванченко. В свои 60 Надежда Данилина полна сил и оптимизма. Женщина не скрывает, что с 9 лет страдает сахарным диабетом. Из-за сладкой болезни приходилось во многом себе отказывать, однако спустя столько лет приноровилась и к диетам, и к особому образу жизни. Да и медицинские технологии сейчас позволяют легче справляться с заболеванием. Пошли импортные инсулины, пошли шприцы-ручки, и школа диабета. Начали учить, как учитывать углеводы, как колодцы, как работать, не навредив себе. И намного. Единственное, что доктора очень хорошие были, доходчиво объясняли. «Полюби себя, полюби диабет, и тогда проживешь с ним долгие годы». Это главный девиз Надежды Ивановны. За свою активную жизненную позицию она удостоилась медали известного ученого Эллиота Джослина. Такую награду в мире имеют около 4000 человек. Вручается она тем, кто прожил с данным заболеванием более 50 лет. В Российской Федерации медаль Джослина получили всего 8 человек. Надежда Ивановна стала девятой. Награду ей вручили в рамках конференции врачей-эндокринологов. Конечно, победить диабет невозможно. Но если пациент грамотно применяет препараты, назначенные врачом, следит за уровнем сахара в крови, то велика вероятность, что болезнь не будет прогрессировать, говорили медики на конференции. В помощь таким больным работают школы диабета. В казне региона закладываются немалые средства. Около 200 миллионов рублей на обеспечение бесплатными лекарствами. Кстати, после перебоев с поставкой таких препаратов, наблюдавшихся в этом году, власти приняли дополнительные меры для разрешения этой проблемы. Помимо того, тех средств, которые были выделены в 2013 год областной думы, решением губернатора выделены дополнительные средства, уже прошли аукционные мероприятия. 14 миллионов из этой суммы уже поступило и активно перераспределяется среди пациентов. Проблемам диабета сейчас уделяется огромное внимание и на мировом уровне. На нынешней конференции врачей-эндокринологов говорилось о том, что ежегодно количество заболевших значительно увеличивается. Только в Волгоградской области на учете специалистов стоит почти 65 тысяч взрослых с таким заболеванием. Огромный рост числа больных диабетом вызван ростом диабета второго типа. Второй тип диабета – это заболевание, которое зависит не только от генетики, а которое зависит от образа жизни. Вот вся эта быстрая еда, большое количество таких быстрых, легко усвояемых углеводов, малоподвижный образ жизни, увеличение количества людей с избыточным весом и ожирением – это все увеличивает количество факторов риска, и вследствие этого растет, очень быстро растет количество больных с сахарным диабетом. Так что предупредить у себя развитие этой болезни может каждый. Для этого достаточно не злоупотреблять вредными продуктами, заниматься спортом и время от времени сдавать комплекс анализов.